Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа Иисус Христа И вчера я вспоминал несколько мест писания Одно из них это первое послание к Тимофею Павлу Первое послание, вторая глава, пятый стих написано Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками Человек Христос Иисус Он есть посредник, он есть ходатай нового завета И вчера я рассказывал, как зло благоположие постепенно пришло в жизнь Церкви. Вчера я рассказывал, что, напоминаю, что первых 300 лет в истории Церкви, когда наши с вами братьев, старших и сестер бросали порой потехи ради на растерзание львам, на арену колизея и других театров, когда Церковь была жестокопреследована, в те времена христиане не молились никому помимо Господа, и никому в голову не приходило что-то иное. Христиане верили в Христа, христиане исповедовали имя Господа Иисуса и молились Богу. И дальше Церковь христианская в начале 4-го столетия, после 3-х столетий испытаний жестоких, вышла из-под поля, и еще целых 100 лет на протяжении всего 4-го столетия уже существуя свободно, легально, мирно, построив христиане, построив тысячи и тысячи храмов, церквей, по всей необъятной римской империи, по-прежнему молились только лишь Господу Богу Всепогущему. И зло, вот эта ересь многобожия, культ Марии Святых, еще называют в учебниках иногда это, но это не просто культ, это именно многобожие, потому что этих посредников наделяют божескими свойствами всевидения, всеприсутствия. Это не является православием, это не является катабицизмом, по большому счету. Это ересь, это просто ересь, ничего общего с христианством не имеющая. До сегодняшнего дня эта ересь, она уживается в православии, в католицизме, в протестантских динаминациях включается крайне редко, и слава Богу. В 16-м столетии, когда реформация началась, лютерка, лиц, лиан, баптисты, многие другие реформаторы поднимались в 16-м, дальше в 17-м столетиях. Так вот, несмотря на споры между собой, несмотря на разные мнения, на разных доктринах, они были объединены тем, что противоставили этому великому злу христианства, историческому христианству, этой ереси. И реформаторов тогда, 16-го столетия, объединяло то, что они не молились уже никому помимо Господа Бога Всемущего. Это была величайшая победа Церкви Христа, это была величайшая победа самого Иисуса. И эта победа продолжается уже в 5 столетий. Постепенно реформация 5 веков продолжается. Сегодня я буду говорить дальше. Я вчера говорил о 3-м Вселенском Соборе, те, кто были, помнят. Те, кто не были, пожалуйста, посмотрите в записи. И, я думаю, надо эти материалы просмотреть не один даже раз. Почему? Если даже, к примеру, ты евангельский христианин, да, ты не молишься, допустим, никому помимо Бога. Слава Богу за тебя. Но позволь заметить, что вокруг нас тысячи и тысячи, миллионы христиан, которые одурманены. Это многовековой, религиозной, ложной пропаганды. И я считаю, что у нас особая ответственность сегодня. Если ты получил свободу, помоги принять свободу во Христе Иисусе другим окружающим своим людям. Это очень важно. Потому как многобожие, оно убивает, как духовный стиль, иммунитет тела Иисуса Христа. В чем наш иммунитет? Библейское понимание спасения. Библейская картина спасения. Библейская уверенность спасения. Это самое важное. И христиане, миллионы, сотни, подумайте, сотни миллионов христиан. Сейчас идет речь о сотнях миллионов христиан. Более миллиарда человек на нашем планете, называя себя христианами, католическими, православными, находятся в глубокой трясине многобожия. Кто им поможет? Давайте протянем им руку помощи сегодня. Мы, я надеюсь, что среди наших таков зрителей есть немало тех, кто сегодня примут свободу во Христе Иисусе. Кто сегодня сбросит оковы тьмы и скажет, Иисус мой Господь. И ни в ком он вам нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Аминь. Друзья мои, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите записки. Я посмотрел записки, которые были в первый день, второй день, воскресенье, в понедельник. И скажу, что многие из них, они как раз сегодня получат ответ. Дело в том, что почти, ну, больше будет записок, это об иконах, об иконопочитании, об идолопоконстве и прочее. Сегодня я буду говорить эту тему. Это тоже очень сложная тема. Завтра будет не менее сложная, но больше будет, наверное, позитива в чем-то, потому что я буду говорить о реформации также завтра. Но сегодня, приготовьтесь к тяжелой теме, итак, вчера было это Божие в христианстве, сегодня буду говорить об идолопоклонстве и колдовстве в христианстве. Идолопоклонство и колдовство в историческом христианстве. Я умышленно, так вот порой, так гротескно говорю это, чтобы было запоминаемо. И эти проблемы, они касаются больше или меньше фактически всего христианства, так или иначе, всего тела Христа. Ведь об идолопоклонстве, идолопоклонении мы знаем, что эта проблема, она универсальна. Есть грубые формы, такие, знаете ли, вульгарные формы этого заболевания, а есть скрытые, есть такие несразу различимые формы идолопоклонства. К открытым, допустим, грубым формам идолопоклонства можно отнести использование изображений в религиозной практике, допустим, в поклонении, в почитании Бога или богов. В православии, в католицизме это выражается правило в чем? Почитание икон, икона почитания и икона поклонения. Наверное, самая вульгарная форма, изощренная форма идолопоклонства в православии, в историческом католицизме, это почитание чудотворных икон. Что является просто самой вопиющей формой, извращенной формой идолопоклонства. Но есть и скрытые формы идолопоклонства, мы знаем это из писания как Верхого, так и Нового Завета. В Верхом Завете вспомним царя Саула, который внешне не был почитателем идолов, но Самуил, обличив царя, обличил его также в идолопоклонстве. Удивительно, да? И Самуил сказал, как пророк от Бога, он сказал Саулу, что не послушание то же самое, что колдовство. Или там есть такой вариант перевода с еврейского языка, как принесение перед истуханами жертв кровавых. То есть человек, который не слушается Слова Господнего, он приносит бесы, кровавые жертвы в глазах Бога. Когда он игнорирует повеление Бога, а противление Слову Божьему есть откровенная форма идолопоклонства. Это было в сердце царя, который так хорошо, блистательно стартовал, но так позорно финишировал. И, друзья, это урок для всех нас. Это не повод нам судить царя Саула, это повод задуматься. В Новом Завете говорится, что любостяжание. Есть то же самое, что идолопоклонство, идолопоклонение. Любостяжание. Это славянское слово, мы его не употребляем давно уже, уже не одно столетие. Это слово можно перевести как любовь к материальной наживе, любовь к стяжанию. Любостяжание. Любостяжание. Это образ мышления и поведения человека, когда человек, я не очень спешу, когда человек, он из всего пытается извлечь материальную любовь. Вот такое состояние человека, это любостяжание. Это является в глазах Бога идолопоклонством, идолопоклонением. И это можно уживаться в любой декоменации, абсолютно в любой конфессии. Как православной, так протестантской, так католической, абсолютно. И не даром всем нам, Божье слово, говорить, что мы убегали от идолопоклонения. Убегали. Сторонились и делали это очень активно. То есть я делаю вывод, что если я хочу стать идолопоклонником в этом отношении, мне просто нужно ничего не делать. И спокойно быть по течению. Я стану идолопоклонником. Но чтобы мне не стать им, мне нужно предлагать усилия. Как, допустим, то же самое великое приобретение, да, быть благочестивым и довольным. Это не просто то, что тебе по умолчанию дается, как спасенному человеку. Это то, что нужно приобретать тебе в своей жизни. Вот здесь то же самое. Христианину необходимо приобретать свободу от идолопоклонства. Это зараза, с которой мы рождаемся. Она есть в падшем человеке, свойственна падшему человеку и идолопоклонства. Возрожденному приходится с последствиями этого греха бороться всю жизнь до смертного адра. И здесь всем нам нужно быть на страже. Я поясню. И по поводу иконопочитания, еще идолопоклонство выражается в православии, допустим, в почитании крестов. Даже отношение креста, оно может быть формой идолопоклонства. Фетишизм, да, использование предметов, как бы в защите, в духовной брани и прочее. И проблема оккультизма, колдовства в христианстве. Оккультизм, колдовство в христианстве историческом. В основном, я так предполагаю, что более половины всей этой проблемы, этой громады, выражается в культе мертвых. Культ мертвых. Большей частью это касается, конечно же, опять-таки, нас, православных, и наших западноевропейских братьев-католиков. Но это касается также и протестантов очень многих. Тем более, что многие наши протестанты – это вчерашние католики православные. Поэтому очень, ну, как сказать, если человек воспитывался в традиции православной, католической, он уже, как бы, несет в себе частично вот эту инфекцию, с которой нужно бороться. Я знаю, что многие, допустим, христиане евангельские, сами того не понимают, допустим, порой участвуют в трапезе бесовской. Они, напоминая умерших, допустим, на 40-годе, вкушая пищу, кутью, допустим, за упокой души, значит, даже особо не задумывались. То есть я встречал таких харизматов, писяльников, баптистов, которые потом говорили, да, мы хаемся, мы отрекаемся от этого, слава Богу. Друзья мои, когда они узнавали, откуда пришло это лжеучение, какой породы это лжеучение, христиане освобождались. Так вот, друзья мои, хотя оккультизм в христианстве не только заключается в культе мертвых, но чаще всего это именно культ мертвых. Я об этом буду рассказывать сегодня также, постараюсь успеть. И также поклонение мощам, использование в богослужебной практике останков человеческих, человеческих, ну, останков костей, допустим, да, святых. Это тоже одна из форм кладовства, оккультизма в христианстве. Ну, у вас нет мощей здесь, да, надеюсь? А детская народная церковь как? Как? Нет? Слава Богу. Ну, а может быть, косточка Воронаева там или... Или кого-то еще, их братьев? Нет? Слава Богу. Сегодня, кстати, была потрясающая экскурсия. Новобеда была погода, благодать, хорошая такая, солнышко свесило, знаете ли. И спасибо Александру, значит, за эту экскурсию, потрясающую экскурсию по местам боевой, как говорится, славы христианской. Здесь, в городе Одессе, Воронаевским местам. Одесса – это город реформации. Именно эту жемчужину моря Бог избрал, знаете ли, чтобы начать реформацию по всему тогдашему бывшему безбожному Советскому Союзу. Это, думаю, непростое совпадение. Именно здесь Воронаев проповедовал, именно здесь зарождалась первая писательская церковь. И я думаю, что сегодня Господь, Он смотрит и улыбается этому городу, как написано у вас на счетах рекламных. Это очень хорошо. Улыбка Бога. Кстати, вот этот перевод молитвы «Благословение», то, что я пел в воскресенье, «Евэреха хамдунай, выешмареха», «Да благослови тебя Господь, и сохрани тебя», есть один из переводов такой, буквально перевод земли, это такой есть. Пусть Бог посмотрит на тебя и улыбнется. Замечательно, да? Так что это, наверное, обладаетесь точно. И, друзья мои, так вот, и реформация – дело непростое. Хочется, чтобы сегодня на уроках, на примерах, на уроках из истории христианства, мы научились чему-то важному. Держаться у Господа, держаться Его Словом. Не отвращать свой взгляд от Христа ни вправо, ни влево, но и земляным путем, который сам Иисус Христос. Аминь. Я сегодня напоминал в начале самого, что из вчерашних лекций, из вчерашнего семинара, что первых 300 лет христиане не молились никому помимо Господа. И тех, кто были вчера, те видели, слышали то, как постепенно лжевучение через гнастицизм, через монашество, вышедшее из гнастицизма в конце четвертого, начало пятого столетия, постепенно стало проникать в жизнь исторического христианства. А пришло в жизнь церкви благодаря ярко выраженному политическому заказу. Ну, эти туда же люди. Как бы, мол, процветание нужно, умножение нужно на этом камне. Хотя, они их даже не наслушали, я по своим слушаю. Она говорит, ну, вообще, этот камень был принесен неизвестно откуда, при Сульмане, какого-то там еще там. Именно, ну, понятно, понятно, понятно. Они уже не сутся, они уже несутся. А, кстати, нет, ну не все, конечно, не все. Там было пару нормальных женщин, христиан, которые не пошли туда. Вот. А эта экскурсия вот, она увидела, что все там, значит, уже справляют свои религиозные нужды. На этом камне. Обращаются ко мне. И говорят, батюшка, блин, это странно. А я в Реасе был один. Приехал, вот, правда, в Белой Реасе, чтобы, ну, там, жара такая. Вот, значит, ей, значит, знаете, что, она мне говорит, я не понимаю, вы первые, можно, извините за вопрос, но мы с нами разговаривали много. Она говорит, вот, вы первый православный, который меня удивляет. Вот, как бы, обычно православный первый, сразу, он лопится, с ног сшибает и, значит, лопазает. А вы как-то, как-то пассивно в этом отношении, как бы, вас не заводит ни камень, там, ни там. Вы как-то с прохладцем выслушиваете, там, значит, вот эти вещи. Как-то больше фотографируете. Ну, как бы, так вот. И, а я говорю, знаете, вот, говорю, Марина, я, говорю, другой ориентации. Я, говорю, другой духовной ориентации, говорю, говорю, Марина, если бы раньше, вот, лет 10 назад, вы мне сказали бы, вот, пожалуйста, я бы, я бы здесь тоже, вот, и лопазал, и еще больше, но, но сейчас мне это не превращает абсолютно. Знаете, не то, чтобы я обжегшись на молоке на чужую воду дую, но, дело в том, что есть вещи, которые, ну, они мне уже неинтересны. Если сюда принесет личные вещи Иисуса Христа или апостолов, ну, мне это, как бы, ну, скажу, шкала моего сердца не колыхнется, думаю, даже чуточку не колыхнется. Если принесете сюда личные вещи апостола Павла, Петра, там, Марии, там, Иисуса самого, ну, мне все равно вообще, все равно, значит, ну, как бы, просто старые трепетия, просто старые вещи, ну, достойные музеи, может быть, музеи, ради интересного. Но никакого энтузиазма религиозного мне это не вызывать. Почему? Потому что в 96-м году я зарекся просто, я покаялся быть Богом, я чуть-чуть делал не меньше, конечно, раньше, да, было дело. Но я зарекся быть Богом, говорю, Бог, пожалуйста, я прошу прощения за все, что было, но я обещаюсь никогда не участвую в таких вещах больше, не поклоняться ничему, только лишь тебе в духе и пристине. Мне не интересно что-то из себя, ни изображение, ни ничего, мне интересен только ты. И, знаете, и как отрезало, просто как отрезало в моей жизни, и с того времени меня это как бы, ну, не заботится, жена, и не волнует никак вообще. Меня волнует сам Иисус, сам Господь. И это, я считаю, христианство, оно должно быть не фетишистским, не вот таким вот материалистическим, не идолопоклонническим, а живым христианством, друзья мои, которые есть с живой отношением с живым Богом. Аминь. А так, у меня тоже было всего много. Сейчас в гимнальцах нам вечера не хватит, но я вот одну иллюстрацию просто приведу такую, чтобы было понятно, каким я был до 96-го года. Допустим, когда в Москву привезли голову одного мученика, Пантелимона, сейчас даже жутковато вспоминать, представляете, брату одному отрезали голову за веру во Христа, и ее как шоу возят по белу свету, выставляют в собор, в храм, в церквях, и люди поглоняются, за греницами идут. Знаете, и некоторые христиане еще православные после этого еще и имеют, как бы, дерзость осуждать те же самых мусульман, там, в Чечне, там, в Грозных, когда волос Магомеда привезли, там, все поклонялись, там, а вы сами что творите? Зачем осуждать мусульман, что они волосам этого волоса, этого своего пророка поклоняются, а вы сами делаете еще лучше, то же самое делаете. Поэтому, или, допустим, еще у кого-то хватает наглости, там, из православных иерархов, там, в Москве, там, я знаю, заявлять, мол, там, Путин, там, Медведь, и вот он, а, еще такой выбор, ну, Медведь, и вот, значит, там, вот так, как президенту, мол, пора ли, там, похоронить, чтобы идолопоклонство убрать ее из России? Чья бы корова мучала? Чья бы корова мучала? Да твоя молчала, ваше взрослые священство. Дело в том, что зайдите в любой московский храм, там полным-полно этих мощей. Я считаю, что церковь евангельская, допустим, христиане, там, там, Ряковский, Сипко, вот они имеют право моральное говорить властям о том, чтобы предатель погребания идола. Потому что в их церковях нет, но православная церковь не имеет морального права сегодня указывать властям, как поступать им в этом случае или в том случае с мощами, там, и Ленина, пока сами не разобрались со своими мощами, пока сами не разобрались со своими идолами. Я считаю, что эта церковь православная освободится от идолопоконства, от ракурсизма. Тогда он будет иметь моральное право указывать и Путину, и кому-то еще, именно как поступать с этим Лениным и прочее. Ленин будет привел на земле, если церковь покаяться сама и освободится от своих тысяч Ленинов, своих, которые в каждом храме фактически по кусочкам, как конструкцию какой-то, или же фрагментами, церками покоятся. И вот мощи Пантелеймона, голову Пантелеймона привозили в Москву, ну такая иллюстрация. И я приезжал, и на целую неделю приехал в Москву со своего прихода, где был настоятелем. С утра занимал очередь, отстаивал эту очередь, потом оказывался на финишной уже прямой ковровой дорожке монахи, дежурят, знаете ли, казаки. И я проходил, как и тысяча других паломников, по этой ковровой дорожке к Госплатону Ларцу, а в этом ларце голова этого Пантелеймона. А возле ларца сидит дедушка, такой, знаете ли, монах, старик, сильный, и, значит, он смотрит там, презирает, потом, значит, прозирает, не знаю, что он видит, значит, в людях. Но иногда, особо набожным, он давал возможность, открывал шкатулочку и позволял прямо в черепок поцеловать Пантелеймона. А всем остальным гражданам на общих основаниях, через стекло. Ха, представляете себе, вот перед вами стоит счастливчик, в кавычках, который прямо в черепок целовал несколько раз Пантелеймона. Не знаю, почему, но старик меня так, окинув с гадом, бегло открывал шкатулочку и позволял мне приложиться прямо к телечку Пантелеймона. Я был как бы на судьбу необязателем. Кстати, интересно, такое состояние такое, знаете ли, вот не хочется спать, есть, вот такая радость такая. Вот меня кто-то у нас просит бы, а Бога, не то, что я делаю. О, конечно, ты, да, а что ты занимаешься? Это так хорошо. Я бы это назвал присутствием Бога даже. Там чудеса, там. И как-то так, знаете ли, интересно все так. И ажиотаж там такой. Знаете ли, если мы чудеса все решали, я там учитель проповедовал, он говорит, а у нас тоже чудеса. Чудеса, чудеса. Знаете ли, есть интересные вещи такие, которые заставляли задуматься человека. И вот меня заставили задуматься о некоторых происшествиях там. В последний день я занял, может, тоже очередь, стою себе, значит, никого не трогаю, значит, просто стою в очереди. Там опять оживление такое религиозное. Женщина там Акафисты и Пантелеймона читают, там, значит, там где-то как-то молятся на четках. Как-то там, если такое, опять переполнит настроение такое, эйфория такая, блаженство такое, какое-то умиление. Ну, вообще, ну, прям и слезы наворачиваются, и всякое было. И знаете ли, и в этот момент вдруг я обращаю внимание, одна женщина разговаривает с группой, вот, полоумнец, женщин, и что-то им рассказывает. И представляете, у нее в руках Библия. У меня сразу епало. Наши люди с Библией не уходят. Думаю, точно сектантка. И, знаете ли, я одерживаю, что-то рассказываю, рассказываю, думаю, надо же, а наш совращательный всякий какой-то, видимо, определенный. Я так посмотрел туда-сюда, батюшек никого нету, я один иду кубрятся. Думаю, надо же, обычно и там, и там какие-то батюшки. Думаю, надо же, опор дать сектантки. И пока я так рассуждаю, думаю, может, баптистка, а может, чем лучше, 50-ниц какая-то. Нам же говорили, что ЕХБ это тихие, а ХБ ебойные. И, знаете ли, эта жизнь, думаю, надо же, как точно, американцевая спецподготовка. Нас здесь тысячи, мы ее, как говорится, косынками скидаем. А она одна, и хоть бы что. Знаете ли, и в этот момент женщина вдруг разворачивается и прямо на меня идет. С Библией в руках. Представляете, я там, значит, сминаю все уроки по сектору ведения. И она начала хорошо говорить, она начала говорить, что я, как бы, ну, обращаться, что-то, к батюшке, как к учителю, там, и, ну, ты говоришь, как-то, в принципе, ничего такого плохого не было во вступительной речи. Мягко стерила. И потом, знаете ли, такое прозвучало, батюшка, пожалуйста, вот, ну, она так говорила, ну, знаете, мне, ну, показалось, ну, как бы, искренно. Она говорит, батюшка, пожалуйста, вот наставание вот этого слова, ну, Библии, расскажите мне, что сейчас здесь происходит. Мой религиозный компьютер завис. И уже никакие существа не понимают, что, наверное, самые религиозные. Уже я... Первое, что мой компьютер выдал, надеюсь, что я сказал ей. Женщина, вам этого не понять. На фонаризм такой, она за семьей. Самое интересное, она ничего не сказав больше, она закрыла, и ушла, и все, и уж просто ушла, вовремя уйти, это от того. Знаете ли, я стоял, значит, и, как вот, значит, думаю, ну, после тратикулокарной, конечно, помахать, конечно, думаю, я бы сейчас сказал бы и то, и все. Да уж поздно уже, и уж им не видать уже. Значит, и, знаете ли, но попал в меня вирус какой-то информационный, вернее, это антивирус, просто мой старый компьютер, который, он принял, как бы, вирус. Значит, у меня вопрос был такой, оправдывайте, а что происходит, ну, на основании моей динаминации все даже больше среднего. По шкале православия традиционного, это, как бы, ну, даже зашкаливает уже, что очень хорошо, очень все круто, классно. Но, ведь на основании Библии, ведь раньше-то я Библию читал, изучал, даже ее. Это же надо было ей так праздновать испортить. Я пришел к Пантелеймону без чувств таких особых дылких, на деле, уже. И даже этот монах возле шкатулки, он что-то почувствовал. Он не открыл мне шкатулку. На общих основаниях тот день за стеклом только по ценой Пантелеймона. Думаю, над же, из Пантелеймона еще не получилось. Вообще, день на смартфон. И приехал этот приход в село. Но, знаете ли, время от времени этот вопрос возникал у меня. Надо же, я был Богу очень благодарен за ту женщину, а может, это даже ангелы, я не знаю. Но, слава Богу, за то, что вопрос прозвучал. На основании Слова Божьего, друзья мои, все по-другому порой. Но лучше поверить оно, как написано в Писании. Лучше, безопаснее для нас. В 96-м году, когда я покаялся, ну, даже до такого еще большого отречения от многих неправильных вещей, когда после проповеди Эрварда Штеггена, такой бурной ночи с этой книгой, вот, время начаться с Дома Божьего, проповеди Эрварда Штеггена читал, и потом нашел свою Библию, значит, и, знаете ли, я открыл Библию свою. И в комнате, даже и в доме, по-моему, никого не было тогда, но я слышал тихий голос, тихий-тихий, знаете, вот, как моя мысль. Но это явно не моя мысль. Вы знаете ли, этот голос, я понимал, как Бог говорит. И он говорил, Сережа, посмотри. Так, ни отец Сергия, ни ваше преподобие, ни как-то еще Сережа. И так приятно было, знаете, вот, он меня помнит, он знает и помнит. Надо же, это мне казалось, что я каждый раз оказываюсь там, где его нет. А он на том же месте, тот же час, оказывается, ждал. Представьтесь, у него терпение вообще. И, а дальше он звучал так же тихо, после некоторой паузы, следующее. Вот, чему тебе было все хуже и хуже? Ты старался больше и больше, так было по-разному сказано. А было все хуже и хуже. Я опять стою, ну, вернее, сижу и смотрю книгу и ничего не вижу просто. Я так паузу, и опять голос тот же самый тихо говорит. Потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни. И все. И больше, чем я слышал тем днем. Ничего. Но когда это прозвучало, знаете, у меня так вот перевернулось все. Там слезы вернулись просто, и все перевернулось внутри. Когда Бог такие вещи говорит тебе, знаете, я просто попросил прощения. Ну, своими словами, не помолив мне, не как-то еще. Просто своими словами, просил прощения первых. Вот. И я сказал сегодня прочим такие слова, что безопаснее будет доверять твоему слову. Потому что ты сказал. Я так подумал, потому что, думаю, надо же, я стоп. А ведь Бог не осудит меня ведь за то, что я сделаю то, что Он сказал. А то, что люди говорят, это еще на Вадиме не написано. А то, что Он сказал, это уже Он сказал. И как-то у меня возникло такое чувство, что безопаснее Его слову доверять. Это безопасно для меня и для земной жизни, и вечности безопасней. А то слишком, да, я еще прочим, среди прочим сказал Богу тогда, что слишком много разных учений в моей церкви вообще. Очень много разных. А это был кризис, время кризиса моего такого духовного. Потому что на самом деле, я порой даже заменил простым бабушкам, которые особо не влезали в учения православия. Просто ставили свечки там, ну, и седьмому, и пятому, и десятому, как бы, значит. И вот они все молятся, сверхрестятся, как бы, и особо не вникают никуда. Вот, думаю, святая простота, думаю, значит. Вот, ну, я же учил вот этих святых, изучал труды, и там такие святые, что они, как говорится, святых выносили. Значит, и диаметрально противоположны порой их учения. Никак несовместимые, знаете, несовместимые продукты. Невозможно их в один организм уместить вообще. Ну, пример такой, допустим, Нил Сорский и Иосиф Волоколамский. Как раз они висели, и тот, и тот, и тот, и бабушки, и тому, и тому свечку ставили. А они же учили диаметрально противоположного вообще. Притом, если брать пунктов, допустим, пунктов 20, минимум, то где они вообще прямо противоположного учили. Допустим, Библия, что говорили на Библии эти отцы? Нил Сорский был за то, чтобы Библия была изучаема простыми людьми. И что эта книга не только богослужебная, но и вероучительная для людей. Это Нил Сорский. Всям Патрикирия, в замолочные старцы, в 400-летие. Ой, извиняюсь. 15-го столетие. Значит, дальше. Значит, Иосиф Волоколамский. И чему он учил? Прямо противоположному. Он писал в своей книге про святитель. Прямо противоположное. Грех простолюдин и читать Библию. По-русски так звучит его мысль. И он считал это смертным грехом, достойной смертной казни. Наказание на костре. И костры пылали в Москве на Красной площади в других регионах России, когда именно в основном по его инициативе, этого святого отца, инквизитора, русского православного церкви, у нас сжигали не меньше, чем в Западной Европе. Просто об этом не принято говорить почему-то. Но это завтра еще вспомню об этом я кое-что. Так вот, и в Пскове, в Новгороде, в Москве тогда горели костры. А в Иосиф Волоколамском монастыре тысячи людей были замучены до смерти по его указаниям. Именно вся вина в чем? Они читали Библию. Просто интересовались тем, что написано в этой книге. Даже интересовался грехом. Он считал, что эта книга, она Божья, но она лишь для служебного пользования, для священников и для литургии, для целования, для торжественного выноса, для красивого оформления, но не для простолюдина. Он считал, что если люди получатся в Библию, они не смогут верить в церкви тогда. Но он справедливо считал, в общем, в большом расчете. Дальше, там какие вопросы, там очень много вопросов. А пресследование ненакомыслящей, да, я уже надрогал тему. Нилсорский считал, что нельзя еретиков, даже если мы не соглашаемся с ними, наказывать и убивать, казнить смертью. А другу, как в Иосифе, писал следующее в Волоколамске, иного врачерства говорит, для еретиков нет, только смерть. Все. Он считал, что нужно казнить. Даже тех, кто раскаивается, казнить, чтобы другим было неповадо, чтобы они боялись. То есть, сжигать и морять в Волоколамске. Там много других было мнений. Нилсорский считал, что церковь должна быть не богатой, а служащей людям. Иосиф считал, что церковь должна быть богатой за счет рабского труда. Тысяча крепостных христиан. Там много вопросов. Нилсорский считал, что кесарь и кесарь – о Богу Божье. Иосиф считал, что кесарь и Божье, и кесарево. Цесарь и пописка – ярко выражено. Махровый цесарь и пописка – ну, как и прочее, прочее, прочее. А не все были эти святые у нас в храме. И знаете ли, и Богу я сказал тогда, что безопаснее доверять твоему слову. Потому что ты сказал. Аминь, друзья мои. это правда это истина и пусть будет так в судьбах миллионов христиан разных конверсий разный динамина слава иисусу христо так вот попробуем а если я все получать сегодня больше свидетельствую хотелось пытать все-таки исторические такие некоторые уроки из своей жизни жизни исторического христианства когда иконы появились таки когда были первые изображения христа апостолов и другие иконы были сделаны первые известные изображения были сделаны в конце четвертого начала пятого столетия то есть параллельно с многобожием христианство имплантировано идолопоконство и 1 опять-таки откуда пришло икона почитание вообще сами иконы из африки также из африки вместе с многобожием а пришло и вот это явление а кстати вчера я помню я вспомнил кого епифания гиперского помните да 20 чем вчера я как бы его отметил что он выступил против молитв богородицы да он сказал касательно марии следующее в диспуте с общение с этими африканцами он сказал что ее марию матери иисуса христа должен уважать но никто не должен молиться ей сегодня самому епифанию молятся хиперскому он официально святой в православной катонической церкви и его прочитают ему молятся порчат в глаза и прочее да он был чадворец при жизни да много чудес бог совершил через него там на гипре и он долго время там был ну как бы епископом центре но это не повод молиться ему сейчас мы же не молимся там там ну как бы умершим хотя традиционные православные католические христиане до сих пор это делают я тоже раньше это делал и епифания гиперский сегодня опять его вспомню касательно идолопоконства известный факт что африканцы повлияли таки на его прихожан дело в том что на его паству дело в том что на кипре в городе на платье было выставлено изображение христа то что мы не знаем ахмедуна появилась но на холсте на полотне было изображение сделано а так вот что же сделал епифаний епифаний кипрский приехал в этот город увидев что есть да правда есть изображение христа собственно ручное это изображение первое исторически достоверное упомянутое изображение христа уничтожает на глазах у всей церкви и плюс еще произнес пробовать об опасности идолопоконства сегодня храмы полны изображения самого епифаний кипрского ему есть маленький медальонах порчат глаза есть большие есть в анастасах изображение нефаники просто друзья мои сегодня если правда этого воскресить и дать возможность это все увидеть думаю что он сказал этому он был просто в шоке братья что вы делаете вообще кстати один из вот этих адвокатов дьявола последнего времени дьякон Андрей Кураев правда он последний будет исправлять уже но еще лет назад он был очень безобразно вел себя и пытался доказывать да короче доказывать что якобы иконопочитание чуть-чуть не открестает апостол ну как бы очень грязную работу ведет товарищ я надеюсь что он покаяться что он покаяться и его энергия будет в мирное русло на созидание царства можно а не на разрушение дел Христова так вот и он проводил семинар в Днепропетровске где и я проводил не раз уже так вот в Днепропетровске в зале собралась тысячная аудитория он говорил что якобы иконы идут от апостола до Христа и опять 25 опять вспомнил там Луку опять вспомнил автопортрет Иисуса и знаете я слава Богу что среди его слушателей нашлись и вот мои студенты один из студентов он просто там можно было задавать вопросы давай микрофон все по залу все было организовано хорошо и вот и вопрос я очень прозвучал что господин Диагон как вы прокомментируете случай со святым православным эпифанием кипрским который изображение Христа уничтожил на ордена на платье первое исторически достоверно не то что вы рассказываете предание а исторически достоверно изображение Христа и вот господин Диагон Андрей как уш на сковородке за его взорву вывели афериста на чистую воду и знаете что он сказал он сказал следующее что это мол нашелся спорватился профессор он сказал следующее не простой сестры батюшка или диагон профессор он сказал такой что мне до сих пор стыдно я думаю ему самому стыдно просто он это как бы стараться видимо не думать об этом дай Бог ему покаяться если Андрей меня сейчас слышит Андрей покайся пожалуйста покайся моими Иисуса Христа потому что Бог тебя любит и твои твои знания ты не знаешь больше очень много знаешь но нужно покаяться и служить Иисусу Христу а не бесам а не суеверия так вот и Андрей сказал следующее что якобы это частное богословское мнение этого святого отца чушь вообще я бы это понял если бы простой сельский батюшка сказал какой-нибудь там невежественный монах какой-то который даже семинар на семинаре не учился хорошо это профессор преподаватель много лет уже опыт имеет преподавание он не может признать что это не богословское частное мнение этого святого отца это мнение всей церкви того времени а я вам скажу если хотите об частном богословское мнение православие был некто Фёдор Епископ о нем врачу кстати упоминаю по моему если не ошибаюсь Фёдор Епископ помните да который имел частное богословское мнение будем договориться словами насчет Кураева и Фёдор Епископ отказался молиться Богородице и целовать ее уникону православный епископ на Руси отказался это делать Епископы собрались православные рассуждали что же теперь им делать с Фёдором Епископом и что они сделали если не память не изменяет они во-первых приказали его заковать железо вырезали ему язык выкололи ему глаза снимали с него жилоба кожу потом вытягивали жилы и потом по просьбе власти светские хотели побыстрее просто жечь едика и всё но по просьбе церковных властей его сожгли на медленном огне чтобы он побольше помучался вот вам расправа над православным средневековым епископом православным который имел частное богословское мнение который не хотел молиться Богородице и отказывался на соборе целовать ее икону он молился только лишь Богу и друзья мои но это у нас немного времени как же иконопочитание пришло в жизнь церкви какие факты можно еще назвать интересные в начале пятого столетия когда монашество пришло во власть церкви помните вчера я рассказывал о двух третьих вселенских соборах 22 и 26 июня кстати можно немного прочесть об этом у профессора постов опять-таки популярная очень часто книга о истории христианской церкви он частично описывает решение собора 26 июня 22 июня а так из православных историков я больше не помню что кто-то это более-менее подробно описывал к сожалению деяния апостолов деяния соборов вселенских поместных и их решения на русском языке не достать к сожалению первое и последнее издание подобное было сделано в конце 19 столетия подписное издание на сегодняшний день библиотеках мира и в частных коллекциях лишь штучные экземпляры есть этого издания поэтому учить английский язык потому что на английском языке есть бесцензурное издание во первых потому что издание 19 столетия на чем я работал в библиотеке Ленина в Москве по подписке в читаемом зале так вот это цензурное издание опять таки хотя даже оно производит шок честно говоря так вот на английском языке оно есть бесцензурное во первых во вторых свежее издание многотомное издание деяния и решения вселенских поместных соборов и святых отцов значит русский читатель русский личный читатель и украина личный читатель лишен на сегодняшней возможности познакомиться с деянием этих соборов поэтому скажу что большинство православных и даже священников не подозревают о двух даже третьих вселенских соборов я говорил о соборе 22 июня 26 июня вчера помните так вот я вчера говорил что участники 26 июня собора были фактически все репрессированы ну убиты быстро или медленно чаще всего медленно потому что их составе на остров на острове извиняюсь в оазис Нибис в верхнем Египте куда ссылались значит опасные политические религиозные преступники этим архиепископом митрополитом патриархом даже значит было и священником богословом антиохийской иерусловимской церкви красотекнопольской церкви было сказано что если они примут решение 22 июня то есть признаю что можно молить еще и кому-то помимо господа богородицы и святым тогда им будет все распрощено но если нет они будут до смерти своей замучены там и в честь Тибирической церкви сотни этих священнослужителей они отказались подписывать эти решения в частности на патриархии митрополита архиепископа вы скажете как же так греческая церковь решилась ну очень огромное количество этих служителей кто же был на их местах поставлен монахи из пустынь чаще всего невежественные неграмотные спиритисты оккультисты были поставлены на эти места это был век очень страшный конечно потому что монахи взяв власть в свои руки в церкви привнесли такие страшные ереси что многобожие было лишь начало этого через 20 лет далеко так настолько зашло что ровно через 20 лет в 451 году был легализован амуртизм в христианстве в частности молитва умерших и молитва за умерших была объявлена одним и тем же фактически картинка для запоминания пример иллюстрации значит на заседании в халкидоне в 451 году было сделок было произведен статистический сеанс для как бы угадывания догматов церкви догматов веры гроб мученицы ефимия был в зале заседания поставлен это мученица девушку которую замучили за веру как считается и она уже больше 100 лет была мертвы к тому времени в условиях пустыни халкидонской она была как мудрия и положили в гроб к ефимии определенное описание епископы монахи эти закрыли гроб и молились ефимии само молили чтобы он дал ответ это вселенский собор настолько далеко что такой уровень оккультный уже так вот открыли гроб и одно из определений был у них в руках остальные в ногах им сказал председатель вот ефимия дал ответ оппозиция не поверила говорил это фокус и тогда сказали хорошо давайте не будем закрывать спросим открытым текстом ефимию и вот якобы ефимия дала такой удивительный ответ она протянула эту русскую с рукописанием лично председателю отдала это все да голливуд отдыхает если в голливуде будет хризис жанра пусть они экранизируют житя святых там много чего известно и вот и что интересно оппозиция даже просто не поверила не пришлось репрессировать но пока с фактором после этого злополучного халкидонского собора назвал вселенский даже к позору великому церкви оккультизм был легализован ну на востоке по крайней точно на западе еще шло дело со скрипом а на востоке оккультизм просто просто мутный вода оккультизма по всему пространству потому что использование мощей с тех пор стала обычной практикой церкви больше того молитвы за упокой стали обычным нормальным явлением в понимании многих многих христиан во времени после этого злополучного халкидонского собора это одна из иллюстрации друзьям но вот таким примеров очень много в истории икона почитание как она развивалась дальше и почитание мощей и то есть и глупоголство и оккультизм было время когда еще все формировалось было время споров было время иконаборчества полтора столетий реформации византийской это надо тоже отдельная тема не хочется сейчас так вскользь об этом говорить но были герои веры были те которые тоже самый лев и сам его сын константин назовем его львовичем просто в истории очень плохим именем потому что традиционные историки его очень не взлюбили потому что он провел седьмой канонический вселенский собор который поставил жирную точку в этом споре казалось бы и нанес сокрушительное поражение идолопополству это было в константинополе в семьсот пятьдесят четырех году седьмой вселенский собор который заявил среди своих тезисов следующее что икона почитания было введено сатаной для того чтобы отвлечь людей от поклонения истинного богу и казалось бы все казалось бы большинство и писал пришло в разум и покаялась а нет пришло не прошло немного времени после смерти константина не нашлось достойных правителей продолжать или дело были попытки реформации продолжение реформации но на арене появилась некто ирина императрица которая провела новый собор назвав его седьмым вселенским собором и говорили ну вот уже был седьмой собор ничего не знаем будет новость как зачем народ поднял на же восстание по этому поводу в красотинополе потому что императрицу видели как именно деликатно сказать во первых раз трудные во вторых не толковые непутевая совершенно императрица она представьте себе что за императрица придя к власти сразу мусульманам все территории отгала которые были отвоеваны она наполнила столицу разврата всевозможные эти коммунсорбийские лесбиянки заполнили дворцы вот такого вульгарного как бы напоказ сама царица имела свою резиденцию на острове лесбос и как бы и что-то считала себя вот такой вот такой растутный женщина без слов и больше того на острове лесбос она проводила увеселение в связи со служанками сама исполняя роль мужчины то есть она себя женщина не чувствовала и презирала в себе женское начало поощряя мужское начало даже подписывалась она принципиально мужским именем подписывалась принципиально как император не императрица именно император ирина писала странно это исторический фактор говорю кстати именно она наполнила церковь многими проблемами разного рода и вот и она собрала новый собор в семьсот восемьдесят седьмом году в Икее который был создан седьмым собором якобы для разбирательства дела и легализовала оккультизм легализовала вновь значит и было поклонство ну в такой деликатной форме потому что в открытую сказать что возвращаем все нельзя было говорить ее просто-просто народ поднял бы на виды была в революции народ уже отвык отвык и очень в деликатной форме все было высказано но даже эта деликатная форма показалась просто просто плевком в душу народа и в небо и была все-таки был переворот дворцовый ее арестовали составе на это ее остров резвус где она скончалась а пришел к власти министр финансов Никифор он стал следующим императором тогда и одно из первых его распоряжений было следующее давайте забудем все то что сделала Ирина как страшный сфутурной сон вернем снова все на круги своя и с седьмым вселенским собором будем считать опять-таки собор с 154 года но не Ирина это сборище которое было названо по недоразумению седьмым собором ладно давайте вопрос ответы вот как раз пару слов о плачущих иконах да о чем дело плачет да по ком слезы бьет что же там плачет там еще были вопросы у меня тоже о плачущих иконах кстати Петр Первый боролся первым вот с этим видом суеверия и знаете ли есть указ его Петровский что что он плачет следующее что если в каком селе икона заплачет то Попровский заняться будут плакать кровавыми слезами и все до самой смерти Петра Первого чудеса закончились надо же ну как бы в семинариях обычно комментируют сегодня ну мол Матушка Богородица чтобы не поставлять своих значит там мать уже перестала плакать но я скажу чаще всего это обман это религиозная афера наверное одно из самых скандальных разоблачений было вот разоблачение не такого дальнего времени там где-то 15 назад когда в Греции была разоблачена одна из плачущих икон кровавыми слезами как бы плакала Матушка Богородица когда полиция арестовала эту икону из начавшихся беспорядков была полиция вынуждена арестовать даже Егору поставить себе настолько все за него зашло ну греки они очень как бы видимо такие эмоциональные люди и вот потому что а почему они восстание стали поднимать знаете ли это не то чтобы там на 10 евро снизили зарплату нет нет это потому что в Грецию собрался римский папа с визитом и местные батюшки не хотели и они сказали вот папа едет мама плачет не дадим мамам обиду ну как бы потом разобрались оказалось афера потому что были на экспертизе были и священнослужители и специалисты искусствоведы и представители власти и полиции и были произведены вскрытия там и исследования которые выяснили что икону умело поливали использовали отверстия то есть были аферисты которые этим всем заведовали оказывается и были вынуждены опозориться хотя в русскоязычных источниках обычно об этом позоре не упоминаю факт плач иконы отмечают а вот разоблачение обычно не отмечают вот хотя я исключаю возможности и сверхъестественных проявлений не исключая возможности но в таком случае надо признать что это не может быть от Бога чудом почему потому что Божьи чудеса согласно Божьему слову если мы просмотрим все чудеса которые Бог совершил Ветхому в Новом Заветах они проставляли Бога они не проставляли творение они не проставляли изделие рук человека они проставляли самого Бога и это просто всего вам скажите то что вы думаете по поводу туринского ученица я уже сказал что мое мнение что это не изображение Христа я смотрел то что восстанавливали Иисуса но это не Иисус однозначно я не знаю кто что из вас видел я видел Иисуса видение и он не такой совсем ну опять таки даже Иисус хорошо кому то нравится такой хорошо но это не повод поклоняться был ли Александр Мини-Реформатором в своё время да конечно он был реформатором в своё время сторонник такой как бы эволюционной реформации но он был реформатором хотя бы у него были проблемы определенные но он сделал очень много положительного конечно И он как предтеча современной православной реформации. Даже в спектре была такая, знаете, как предтеча. Возникновение 40-дневного поста. История возникновения 40-дневного поста. Точно неизвестно, но возникла эта традиция именно в тот век, когда монашеская совплатила власть в свои руки. Монашеские традиции многие, они перекричевали в церкви, в том числе и многодневных церковных постов. Уставы церковные писания именно в это время. Как вы относитесь к благодатному огню в Иерусалиме? Это афера. Это большая афера. Это даже уже мега-афера. Я считаю, после долгих исследований, собирая разные факты об этом, я пришел к выводу, что вероятнее всего это действие российских спецслужб КГБ, непосредственно советских тогда, и частично РПЦ, и продажных СМИ тогдашних советских. Вообще-то, такого огня не существует, во-первых, благодатного, так называемого огня. Кстати, Андрей Якураев, я сегодня так вот не пожалел, как бы сказал о нем невестного многого, но я поправился, правда, сказал, что в последние годы наблюдается его положительная сторона тоже. Слава Богу. И я его зауважал после того, как он первым в Русской Православной Церкви признал факт аферизма с благодатным огнем. Он признал это, что здесь никакого огня вообще не существует, сверхъестественного. Это естественный огонь, который российские СМИ выдают за сверхъестественный огонь. Ничего там сверхъестественного не существует. И в Русской Православной Церкви эта мера возникла только лишь в момент перестройки. Это была диверсия российских спецслужб, советских спецслужб, которые понимали уже, что... Там уже тут, простите, дураку было ясно, что Союз скоро развалится. Поэтому необходимо было предпринять определенные шаги к его будущему возрождению. И в том числе касательно религии были проделаны специальные такие провокации среди протестантов. Но среди православных они были наиболее серьезной провокацией. Одна из самых серьезных диверсий, идеологических диверсий против православной Церкви, это как раз вот эта афера с так называемым благодатным огнем. Ну, поясню. Патриарх Иерусалимский, на котором наши СМИ говорят порой, что он якобы принимает такой благодатный, там в Кулукове, храма Гроба Господнего, был даже дружно сделать специальный интервью, где заявил, что никакого сверхъестественного, ничего абсолютно сверхъестественного в этом огне нет. И не было никогда за всю историю Иерусалима, за всю историю патриархата Иерусалимского. А почему патриарх Иерусалимский был вынужден сделать это заявление в последние эти годы? Потому что каждый год русские туристы, паломники с бывшего безбожного Советского Союза обжигались на таком огне, доверяя СМИ, доверяя телевизору, этому зомбоящику, доверяя вот этим программам, которые продаются в храмах на отпутые продажи, по благословению патриарха, по благословению митрополитов. И они начинали тоже экспериментировать с огнем и попадали в клиники Иерусалима с сожогами разных степей. Больше того, было сделано на разоблачении этого фильма. К сожалению, на русском языке я там не нашел пока еще. Но грехи сделали даже разоблачение этого фильма российского, потому что, когда, там, знаменитый эпизод, когда монашка одна, или так, а-ля монашка, ну, в черном такая, мадам, она, как бы, пробудет медленно над свечой, пучком свечей этих горящих руку свою и не обжигает ее. Наши все, ах, вот это да! Но когда в реальном режиме времени прокрутили этот же эпизод, оказалось, она это сделала очень быстро. Но было время умышленно-замедленно, тогда, после неизвестного года, когда составлялся этот фильм, умышленно-замедленно была съемка, сделана именно вот этот эпизод сам. То есть, просто монашка нормально двигалась, все-все-все хорошо, но вот эпизод, когда с огнем, касание огнем, был умышленно-замедленно, чтобы создать впечатление, что якобы огонь не обжигает ее руку. Скажу, что это провокационная такая лента, до сих пор имеют ход. До сих пор порой показывают по российским СМИ, и украинским тоже. И в храмах продаются вот эти записи якобы благодатного огня с рождения. Я разговаривал с теми, которые были там, в Иерусалиме, на Пасху. Скажу так, что не у многих хватает смелости признать, что храмоль-то голый. Не хочется выглядеть, знаете ли, едут люди с ожиданиями чуда. Ни одна из православных церквей, включая Иерусалимский патриархат, Всевернский патриархат, Антиохийский патриархат, Александрийский патриархат, другие патриархаты, ни одна из них, в существующих православных церквей, никогда не верила и не верит, так называем, благодатный огонь. Только лишь на территории бывшего безбожного Советского Союза, и эту веру можно встретить. И притом эта вера, созданная в 80-е годы, задумайтесь. До начала 80-х в эту веру, ну эту веру имели, ну отдельные невежественные старухи, простите. Значит, батюшки боролись с такими предрассудками. На Руси были разные представления, но это никогда не было верой православной церкви. Ее сделали осмысленно, сознательно. Вы скажете, зачем? Сейчас мы видим возрождение Советского Союза. Господин Путин опять стал президентом России. Его программа возрождение СССР. В общем-то, он называл в предыдущие свои правления, два правления президентских сроков своих, он называл развал Советского Союза главной геополитической трагедией 20-го столетия. И неоднократно, выступая на таком всенародном обращении своем к нации, к России, он неоднократно был высказан на этим следующее, что его главная цель жизни – это возрождение нового Советского Союза. То есть, другим может быть названием, с другим может быть другой идеей, но возрождение. И я так понимаю, что этот господин чекист все поставит на эту карту. Значит, и пока он к этому рвется, путинизм, как сталинизм, он имеет очень страшное будущее. Об этом скажу, ну, это отдельная тема, конечно. Я скажу, что это очень страшная тема. Но сегодня православная церковь используется политиками кремлевскими, чекистами, в частности, в своих целях. Я думаю, что в ближайшее время русская православная церковь будет не нужна кремлевским деятелям. И, по всей вероятности, возрождение Советского Союза будет сказано с возрождением атеизма. Как сделать десятки миллионов православных снова атеистами? Как сбросить с них шелуху православия? Как снова вернуть былую мощь, идеологию атеизма? Очень просто. Необходимо сделать чекисты, делать опять старое. В 20-е годы Ленину и его вот этой банде, значит, сам наркот, так называемый, помогло в антирелигиозной работе. Кроме всего прочего, помогло следующее. И особенно Станину потом. Помогло именно разоблачение многих таких чудес. Сегодня с помощью телевидения это сделать гораздо быстрее можно. И поэтому в ближайшее время это все может произойти. И я скажу больше, господа, дорогие друзья. Сегодня в интересах самой православной церкви можно скорее самим разоблачить это чудо. В кавычках. Зачем? Чтобы завтра, по крайней мере, некоторые православные, чтобы не совратили, чтобы не искусили, чтобы завтра не подать повода к соблазну, к преклонению многим православным христианам. Об этом в интересах самой церкви сегодня сделали эту реформу. Извиняюсь, у нас мало времени. Здесь даже молиться, о чем молиться, да? Так, пользуйтесь вы интернетом. Да, интернетом пользуюсь, но надо очень осторожным пользоваться. Я потом в интервью, кстати, говорил. С крещением Святым Духом, со знаменем на языках. Да, я крещен Духом Святым. В 96-м году я крещен был Духом Святым. Со знаменем, молитвы на иных языках. И вначале даже моя жена была крещена Духом Святым. Потом я был крещен Духом Святым. И, кстати, епископ Маркерси, я сегодня вспоминал его на общение с Золотым веком. Он сказал следующее. Это епископ, даже патриарх сейчас уже харизматической православной церкви в США. Да, называется Харизматик Арбалов Щерч. Так вот, он говорил так. Я был у них в церкви, проповеду, там было общение хорошее такое. И он сказал следующие слова такие. Белый-американец примерно так переводит его слово, что раньше для него было странным. Если православный, тем более священнослужитель и молится на языках. А теперь для меня это странным обратно. Если православный, тем более священный и не молится на языках. Слава Богу. Так что то ли еще будет. Но, конечно, кроме... Вот тема обширная. Знаете ли, уже время закончилось. Наше здесь и с сегодняшнего семинара, этой части семинара. Касательно крещения Духом Святым, это отдельная тема. И не хотелось бы так вскользь об этом говорить, но скажу, что, к сожалению, в традиционном православии реальное крещение Духом Святым со знаменем на языках молитвы было заменено на помазание душистым, похожим маслом, миром. Миром помазания было заменено. Это ужасно. Представьте себе, реальность Духа Святого была заменена на помазание маслом. Миром. Это ужасно, конечно. Я молюсь о том, чтобы реальность Духа Святого была возвращена. Чтобы мы не одним были миром мазаны, но одним Духом были наполнены. Слава Иисусу Христу. Давайте встанем, мы послуживаем. И пусть Бог сейчас куда-то оставит в этом молитве. Каждому из нас. Если кто-то из присутствующих узнал себя сейчас, или кто-то из наших заветелей узнал сейчас себя, у вас есть возможность сейчас, прямо сейчас попаяться. Я понимаю, что это порой сложно, порой это очень сложно. Переступать через себя, переступать через предрассудки всевозможные, представления динамикационные. Но это важно сделать. Господу Богу твоему поклоняюсь и Ему однослужение. Боже Святой, я благодарю Тебя, Господь, за всех присутствующих. Благодарю Тебя, Господь, за дорогих наших телезрителей. И прошу Тебя, Боже, гости сейчас каждого из нас. Дай молитву, дай покаяние, Господь. Боже, спаси тех, кто еще не пережил спасение. Боже, и помоги моим братьям, Господь, сестрам, тем, кто узнал себя. В некоторых этих заблуждениях, или во многих этих заблуждениях, помоги, Господь. Чисто Сергеич, ну просто покаяться при Тобое и отрежься. Во имя Иисуса. Если вы готовы молиться, молитесь и говорите Богу, прости меня, пожалуйста. Прости меня, говорите Ему своими словами от всего сердца. И вы можете сказать следующее, что во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от блага Божия. Отрекаюсь от того, что молилась, или молюсь, допустим, или молилась раньше Богородица другим умершим святым. Скажите, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от этого. Во имя Иисуса отрекаюсь от всякого беса, от всякого затущения, во имя Иисуса Христа. От почитания икон, от целования икон, от почитания Христов, отношения Христа с целью духовного самого рода благословения. Во имя Иисуса Христа. От крестного знамения с целью защиты от бесов. Отрекаюсь во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса от поклонения моща. Вот то, что было прослушано, вы можете говорить, во имя Иисуса отрекаюсь от этого заблуждения. Отрекаюсь от оккультизма, от поминания 9-20-40-го день, от того, что было вложено на могилу и вложено на могилу продукты питания. От других оккультных этих предрассудков суеверий. Во имя Иисуса Христа, Боже, Симопущий, я благодарю Тебя сейчас за каждого молящегося в человеке, Господь. Благодарю Тебя, Боже, за каждую душу, которая из Твоей святой сегодня, которая обращается в Тебе, Господь. И прошу Тебя, благостави, Господь, не оставь ни одну из этих душ, Господь, Боже, держи, Господь, в своих объятиях, в своей любви. Боже, открывай Слово Своё, Библию Святую, чтобы, Господь, истинно Слово Твоего и право историческое полагало людям освобождаться, Господь. Во имя Иисуса Христа, благостави, Господь, Бог наш, Царь наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь.